Действительно, без ясного понимания того, на чем основано потолгоатомическое заключение, невозможно адекватно его трактовка и могут возникнуть лишние вопросы. На данном слайде представлено содержание потолгоатомического ответа по клиническим рекомендациям для ТУР и для ацистоктомии. Параметры все примерно одинаковые, но есть некоторые отголоски. Есть небольшая разница. Кроме того, если мы обратимся к протоколу потолгоатомического ответа Американской ассоциации потолгоанатомов, то увидим, что пункты в принципе те же самые, однако добавляются клинические данные тип вмешательства локализации опухоли. Для чего они нужны? В первую очередь, клинические данные представляют для потолгоанатома очень большую ценность с точки зрения локализации процесса. Мочевой пузырь – орган достаточно вариабельный по строению, и несмотря на то, что стенка у него всего лишь условно трёхслойная, толщина её, строение и особенности строения этой стенки и процессов, которые в ней происходят, очень сильно варьируют от локализации. Например, в ней в треугольнике морфологическая картина может быть очень разной. Нормальная пролиферация гнёзд Бруна может быть неверно истрактована, и необходимо проводить дифференциальный диагноз с гнёздным вариантом уротелиального рака, представленного рядом. В то же время, плоскоклеечная метаплазия в треугольнике у женщин, в первую очередь, у женщин не является никакой угрожающей ситуацией, в то время как ликоплакия в других отделах должна иметь клиническую значимость и клиническую настороженность. Кроме того, обструкция мочеводящих путей может приводить к гипертрофии собственной мышечной пластинки и риски неадекватной интерпретации глубины инвазии, особенно при оценке материала ТУР, особенно, опять-таки, в области шейки, и особенно это важно при субстадировании ПТ-1, в том случае, если это принято. Противоопухолевая терапия также имеет свои морфологические проявления. На данном слайде представлены последствия применения метамицина-С, БЦЖ-терапии, лучевой терапии, обобщённой, и рядом для сравнения карциномы инситус, отслойку уротели. И, конечно, морфологически можно развести эти процессы, но без знания анамнеза это сделать гораздо сложнее. Длительно текущее воспаление, присуществующее вмешательство, ранее установленные катетеры или недавно извлечённые приводят к реактивной АТП, которая может вызывать сложности, опять-таки, в дифференциальной диагностике с карциномой инситу. И для адекватной трактовки морфологического материала, в том числе и иммунгистохимических исследований, эти знания также очень важны. Теперь перейдём непосредственно к патологоанатомической части заключения, к патологоанатомической части ответа. Тут важно напомнить о гистологическом типе и дивергентной, точнее, переходя к гистологическому типу и оценке дивергентной дифференцировки, необходимо напомнить о патогенезе рака мочевого пузыря. Да, мы имеем принципиально два пути патогенеза с ранней мутацией РБ1, когда опухоль развивается по базальному типу и ранней мутацией FGFR, когда преимущественно развивается опухоль люминального типа, куда входят популярные уртолиальные раки low-grade с последующей их малинизацией и переходом в мышечно-инвазивный. Собственно, отчасти наличие двух путей патогенеза обусловливает такое внимание к разделению популярного неинвазивного уртолиального рака и карциномы инситу, как в клинических рекомендациях, клинической тактике, так и в патогенезе заключениях. На данном слайде представлена актуальная классификация уртолиального рака гистологическая ВОЗ по пятому изданию 2002 года. И обратить внимание, что кроме типичных уртолиальных раков, которые возникают непосредственно из уротелия, из уротелия же может развиться и плоскоклеточный рак, и железистые опухоли, и опухоли мюллерового типа. И именно эти группы легли в основу так называемой дивергентной дифференцировки и дали ей начало. По данным литературы, до четверти уртолиальных карцином демонстрируют дивергентную дифференцировку, то есть сочетание типичного уртолиального рака с вариантами опухоли плоскоклеточного строения, чаще всего, или железистого, 40-18% соответственно. При том, что чистые варианты встречаются крайне редко. Всё-таки 90% уртолиальных карцином представлены типичным уртолиальным раком. Кроме того, если мы рассматриваем уже непосредственно уртолиальный рак, мы должны указать и морфологический подтип уртолиального рака в том случае, если это актуально, в том случае, если он нетипичный. Зачем это делается? Эти подтипы имеют разную прогностическую ценность. Так, микропапиллярный, плазмоцитоидный, гнёздный и крупногнёздный и саркоматоидный имеют худший прогноз по сравнению с типичным уртолиальным раком при прочих равных условиях. Переходя к градации рака мочевого пузыря, тут также стоит разделять градацию классического уртолиального рака, который градируется бинарно на low-grade и high-grade. Рядом приведено соответствие градаций классификации 1973 года к нынешней. Мы видим, что опухоли grade 2 разделились на high-grade и low-grade внутри себя. При этом опухоль градируется по наиболее злокачественному компоненту, составляющему более 5% объёма опухоли. Эта граница была принята на согласительной конференции в 2021 году, по-моему, непосредственно перед публикацией 5-го издания классификации. И для смешанной степени злокачественности принята формулировка уртолиального карцинома low-grade с high-grade компонентом, занимающим менее 5% объёма, поскольку даже минимальное количество high-grade компонента может иметь клиническое значение и ухудшить прогноз пациента. Также стоит помнить, что карцинома ин-ситу не градируется, что чистый плоскоклеточный рак и чистая донокарцинома градируются трёхступенчато, как G1, G2 и G3. И опухоли с дивергентной дифференцировкой специальной гистологической варианты уртолиального рака относятся к категории high-grade. Сами по себе, по типу дивергентной дифференцировки в рамках опухоли не градируются. Мы указываем только их объём от общего объёма поражения. Переходя к распространению опухоли, в первую очередь, конечно, нас будет интересовать стадирование. И в первую очередь, конечно, самая большая сложность и самое большое значение иметь стадирование ранних опухолей на этапе биопсии и на этапе тур. Тут могут возникнуть ряд сложностей. В первую очередь из-за вариабельности гистологических ориентиров, поскольку стенка мочевого пузыря, опять-таки, она вариабельна в разных участках строения, и гистологические ориентиры не такие чёткие, как, например, стенки кишки. Также нам мешают артифициальные изменения материала, фрагментация ткани, нарушение ориентации, предсуществующий фиброз. И говоря о распространении, опять-таки, обращаю Ваше внимание на то, что термин микроинвазия сейчас применим только к арциноме ин-ситу, с инвазией в собственную пластинку слизистой оболочки на глубину до 5 мм. Микроинвазивный папиллярный урталиальный рак не используется. Говоря о распространении опухоли и о её стадировании, много внимания уделяется субстадированию ПТ-1, категории ПТ-1. Это достаточно важно и клинически обосновано, прогностически обосновано. То есть есть данные, большинство исследований говорят о том, что это разные опухоли, они имеют разный прогноз, однако технически это сложно и до сих пор оно не валидировано. При меня предлагаются варианты микрометрии глубины или протяжения инвазии от базальной мембранной эпителии до максимальной глубины инвазии, оценка количества инвазивных фокусов руталиального рака с разделением опухоли на мультифокальные и унифокальные инвазивные, инвазии в строму сосочков или в основании опухоли и также одним из наиболее перспективных вариантов является собственная мышечная пластинка в слизистой оболочке и сосудистые лимфатические сплетения как гистологическая граница субстадирования с выделением трёх категорий ПТ-1А, ПТ-1Б, ПТ-1С. Но, повторяюсь, это не валидировано. И если это хорошо работает в материале, например, блочных резекций, то в материале ТУР могут возникнуть, опять-таки, сложности из-за ориентации материала. Поэтому это отмечено и в ВОЗ, и в других рекомендациях. Субстадирование может быть применимо по той схеме, как вы договоритесь со своим патологоанатомом в данном конкретном учреждении. С точки зрения формулировок. При исследовании материала повторных ТУР допустима формулировка уротелиальный рак мочевого пузыря с инвазией мышечных структур без чёткого стадирования. Конечно, мы, как патологоанатомы, пытаемся её избежать, но в тех случаях, если она была написана и мы не указали точного стадирования, на то были свои причины. В первую очередь, это как раз-таки предсуществующие изменения строения стенки мочевого пузыря с выраженным фиброзом или с гиперплазией собственной мышечной пластинки слизистой оболочки, что не позволяет нам дифференцировать мускулярис проприя и мускулярис мукоза достоверно и достоверно градировать эту опухоль как Т2 или Т1 соответственно. Напомню, что иммуногистохимические методы не могут развести мускулярис мукоза и мускулярис проприя. То есть, это исключительно морфологический критерий. Таким образом, морфологические факторы прогноза ртулиального рака входят в градация, стадия, наличие и локализация карциномы инситу, мультифокальность, лимфоваскулярная инвазия, размер поражения, скорость и количество рецидиров. В данном случае это больше клинический фактор. И несмотря на большие успехи, которые были достигнуты в изучении рака бочевого пузыря, содержание патологоанатомического ответа принципиально не меняется. И валидированных новых критериев оценки, к сожалению, пока что нет. Спасибо за внимание. И у нас маленький вопрос такой. Вот дивергентная дифференцировка, вы в реальной практике с ней сейчас сталкиваетесь? Вы и описываете или нет? А если не описываете, зачем, что может это поменять? Или будете описывать в тактике лечения? Как вы думаете? В том случае, если она встречается, то она описывается, конечно. Но она у каждого четвертого, я так понял, встречается. Да, но если мы сделаем всем цистектомию и исследуем тотальную опухоль мочевого пузыря, то она будет встречаться у каждого четвертого. По материалам тур, из-за того, что не всегда мы имеем весь объем поражения, не всегда мы имеем просто как бы... Мы не всегда можем исследовать весь объем чисто физически, потому что структура трехмерна, и они ложатся на разном уровне, поэтому попадается она чуть реже. Чаще всего это участки плоскоклечной дифференцировки в хай-грейт опухолях или адено... А в тактике это у нас будет менять как-то нашу тактику? Будет? Спасибо. Лариса Вячеславовна, благодарю Вас за доклад, за иллюстративность. У меня два к Вам вопроса. Первый вопрос, он практический, точнее, практический для врачей. Можете Вы дать три ключевых совета, которые позволят усилить комплоентность в разговоре между клиницистом и морфологом, поскольку всегда возникают вопросы в интерпретации гистологического заключения, которое я получаю от врача-морфолога. Что Вы хотите увидеть от нас, от клиницистов? Три вот ключевых таких момента. Ну, базовая тканчная локализация опухоли, её размер и присутствующий анамнус у пациента. Это вот самые базовые вещи, которые для нас важны. В указании, в направлении на гистологическое исследование. Да, в направлении на гистологическое исследование. И второй вопрос касался Вашего предпоследнего слайда, где разговор шёл про не до конца инвазию в мышечную структуру. В этом случае формулировка в Вашем гистологическом заключении так и идёт, что нельзя исключить инвазию в мышечные структуры или как. Просто для меня это сложно восприятие. Я понимаю, инвазия есть в мышцу, либо слово «дитрузор» не представлен. И от этого будет уже в дальнейшем зависеть моя тактика, брать пациента на повторный ретур или нет. Я понимаю Вас. Мышца, во-первых, есть детрузор, есть мускулярис пропри, есть мускулярис мукоза. Это разное, это либо Т1, либо Т2. Правильно? В том случае, если у человека в некоторых случаях происходит гипертрофия собственной мышечной пластинки, слизистой оболочки, волокна её увеличиваются в объёме, и просто морфологически мы не можем их разделить. То есть формально мы их разделяем, что мускулярис мукоза – это более тонкие, более нежные, более рыхло расположенные мышечные волокна в собственной пластинке, слизистой оболочке, в то время как мускулярис пропри – это компактный, хороший мышечный слой. Но в силу анамнеза, в силу предшествующих каких-то состояний, это может быть либо обструкция, либо склероз. Взаимоотношение этих структур может меняться. И поэтому их не всегда можно развести. Спасибо. Галерий Саркисович, я думаю, в вашей практике нередко бывают такие ситуации, когда особенно выполняя трансфортуральную резекцию N-блок, мы визуально видим, что мы идём в пределах мышечного слоя, удаляем в пределах мышечного слоя. А потом, не знаю, как Лариса Вячеславовна, но некоторые патоморфологи пишут нам в заключении, что мышечный слой не представлен у удалённой опухоли, когда мы видим, что точно была подлежащая основа, мышечная подлежащая основа. Вот в связи с этим, Лариса Вячеславовна, как всё-таки, по вашему мнению, что может явиться причиной, уже когда вы смотрите отсутствие этого мышечного слоя, в то время как мы с ГАЭКС-АРКИСовичем выполняем такие операции, чётко видим, что мы идём в пределах мышцы. В таких случаях, во-первых, важна доставка материала в патологоатомическое отделение, то есть лучше всего его фиксировать к плашке, чтобы не произошла его деформация при фиксации, и чтобы не произошло его сжатие и смещение слоёв. И для того, чтобы он хорошо и чётко профиксировался. То есть это не только клиническая задача, но и патологоанатомическая. То есть патологоанатомов, они должны важно понимать, чётко понимать, что мы хотим увидеть и как нам наиболее эффективно профиксировать этот материал. Потому что это имеет очень большое значение. Лучше приносить такой материал в лаборатории сырым, не фиксировать самостоятельно, а приносить сырым на плашке для того, чтобы он потом пошёл в адекватную фиксацию в большем объёме, уже в условиях патологоатомического отделения. А конкретно, я не могу ответить сейчас на ваш вопрос, Максим Петрович, потому что надо каждый раз смотреть прицельно. Я помогу вам, Лариса Вячеславовна, в ответе на этот вопрос. Вот наши коллеги из Первого Меда, они сделали такую ситуацию. Они берут небольшие маленькие иголочки и фактически растягивают вот это основание, и они не фиксируют его в самой операционной. То есть вот так, прям в таком виде, на салфеточке, на какой-то части, они сразу, да, на подложке, они сразу отдают патоморфологам. Но тут, наверное, вопрос времени, как быстро мы это отдадим после операции, не всегда это получается. И такой еще момент. Вот все-таки Вы рассказали по поводу стадирования или подстадирования на Т1А, Т1Б, Т1С. Надо ли нам это в нашей клинической практике? Не введет ли это в еще большую смуту в тех заключениях, которые мы, в частности, хирурги, будем потом видеть? Ну, если честно, мне бы хотелось ввести смуту. Ввести смуту? Что-что? Ввести смуту. Нет, не ввести смуту, а чтобы стадирование Т1 прошло валидацию и было принято, потому что это прогностически для пациента важно. Это определяет частоту его рецидивов, и можно более четко определить тактику для каждого конкретного человека. То есть для пациента это будет благо, но, конечно, как и в любой методике, потребуется некоторый период на притирку и уточнение формулировок и обучение этому процессу, как во всех локализациях. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.